Добрый день! Очень рад слышать всех заинтересованных в лечении рака лёгкого. И для меня непростая задача. Мне было прежде всего самому интересно вспомнить эту эволюцию. Ну и вот если начинать о пандемическом росте рака лёгкого вообще, то мне бы кажется, что очень уместным, что в начале века, например, известный хирург, который на фотографии с Майклом Дебекки, Элтон Очнер, вспоминает, что в 2019 году он был приглашен, будучи студентом, приглашен профессором-патологоанатомом, сказал, что, говорит, вы никогда не увидите такого, я сегодня буду скрывать рак лёгкого. Настолько это редкое было заболевание. И действительно, говорит, в течение 17 лет я не встретил ни одного рака лёгкого. Но в 1936 году за 6 месяцев я сразу встретил 9 случаев. И все они были участниками Первой мировой войны. Это, как известно, в качестве допинга там предлагали табак. И вот оно, табакокурение. И если мы говорим, что в начале прошлого века, это всего лишь, на начало прошлого века было известно всего лишь о 100 больных вообще, то в 2020-м это 2,2 миллиона больных. А отсюда и с этим ростом и развивалось лечение. Ну, первое лечение – это, конечно, лобоктомия, которая была выполнена в 1901 году. И это известно Хейнденман, который в 1901 году, оперируя больного 43-х лет с бронхоактетической болезнью, и в конце концов оказалась ещё карцинома лёгкого – это нижняя лобоктомия слева и с небольшой опухолью в нижней доле. Однако уже по поводу рака лёгкого в 1912 году 44-х летний тоже пациент оперирован уже Дэвисом. Если следующим этапом развития в хирургии рака лёгкого – это была пневмоноктомия. 1933 год – это триптих известнейших инорадоначальников пневмоноктомии. Эвард Грэхам – левосторонняя пневмоноктомия в 1933 году. В 1937 году Александр Васильевич Вишневский впервые в СССР выполнил пневмоноктомию с раздельной обработкой элементов корня. Причём Грэхам обработал корень адмаз, то есть без выделения элементов корня. И Рудольф Нильсон в 1938 году впервые в Европе выполнил пневмоноктомию. Рудольф Нильсон, который потом говорил, что он ещё в 1931 году выполнил пневмоноктомию 12-летней девочки, и непонятно, почему лавры первооткрывателя в этом разделе достались не ему. Тогда он был ещё на кафедре Зайербруха, он был ассистентом, и мы знаем, что Рудольфу Нильсону принадлежит операция, которая продлила жизнь такому великому учёному, как Эйнштейну. Это обёртывание расслабляющейся аневризмы аорты брюшного отдела, после которой пациент ещё прожил 8 лет, и ему предложили повторную операцию, но он отказался, сам Эйнштейн сказал, что я хочу уйти из этой жизни достойно. И ушёл через 3 дня. После пневмоноктомии, которая у нас широко выполняется и дополнились уже комбинированными резекциями, видите, это опыт нашей клиники с 2006 по 2019 год, это трахиобронхиальная резекция, сосудистопредсердная резекция, париетодиафрагмальная, пинкоста. И если говорить об отдельном весе пневмоноктомии вообще сейчас в клинике, то всё зависит, конечно, от уровня. Например, показания к пневмоноктомии во Франции, они несколько шире. За последние 10 лет 12%. В других странах, такие как Корея или Национальный канцерцентр в Японии, это всего лишь 10%, 8%. Но пневмоноктомия, нужно иметь в виду, это калечащая операция. И если есть возможность избежать такого объёма, то, конечно, нужно его избегать. Мы проанализировали собственные данные. Это мои личные данные, когда я работал в другом учреждении. И последние данные за 5 лет, сколько пневмоноктомий было выполнено. Вот серым это пневмоноктомий. Практически половина пневмоноктомий было в начале 2000-х годов. И последние 5 лет в нашем институте, который, видите, серым цветом отмечено это количество пневмоноктомий, значительно уменьшение количества пневмоноктомий. За счёт чего? За счёт того, что значительно увеличилось количество бронхопластических и бронхоангиопластических лобоктомий. А лобоктомий, количество никак просто обычных лобоктомий не изменилось. Удельный вес, я имею в виду. Жёлтым отмечены резекции бифуркации трахеи. Следующая резекция корины, которая выполнена впервые в 1951 году у человека успешно, Матеем. Это его рисунок, как он выполнил эту резекцию корины. И мы обладаем опытом 131 резекции корины в различных модификациях с различными результатами, используя при этом мышечный лоскут, широко используя мышечный лоскут. Нам это позволяет выполнять двухманжетные резекции. В случае сосудистой, скажем, проблем сосудистой, мы используем различные протезирования сосудов, вплоть до ауто-перикардом, как указано на этом слайде. В случае, если опухоль нечувствительная к химии и лучевой терапии, аденокистозный рак, после радикального курса 60 грей и 4 циклов химиотерапии, пациентке просто стабилизация, мы выполнили левостороннее. Это уникальная операция, таких аналогов нет. Уникальная операция левосторонняя верхняя лобоктомия с анатомической резекцией 6-го сегмента с двухманжетной реконструкцией по типу штаны. Это через 24 месяца компьютерная томография, эндофото после, через 2,5 месяца. Мы можем выполнить резекцию бифуркации трахеи с протезированием верхней половой вены, с реимплантацией нижней доли в верхнюю вены, нижней легочной вены в верхнюю. В случае отсутствия пластического материала, можем спротезировать бронхолегочным сегментом. Это пациент после нижней билобоктомии в анамнезе, и пациент через 99 месяцев без признаков прогрессирования. Комплекс мероприятий, направленных на профилактику несостоятельности швов бифуркации трахеи, позволил подвести выполнение данного вида в разряд обычных лобоктомий. То есть у нас с 2015 года количество осложнений, связанных с несостоятельностью, практически равно обычной таракальной хирургии. А отдаленные удовлетворительные результаты свидетельствуют о том, что эта операция должна иметь место во всем перечне выполняемых оперативных вмешательств. Следующая – брохопластическая лобоктомия. И здесь пионером является Прайс Томас, который в 1947 году выполнил циркулярную резекцию по поводу аденомы правого главного бронха. И с этого момента, с 1947 года, началась эпоха брохопластических резекций. Однако Паульсон и Шоу в 1955 году опубликовали опыт о 18 успешных брохопластических резекциях лобоктомии и назвали данную операцию брохопластической. У нас Евгений Николаевич Мишалкин в 1958 году опубликовал тоже первый случай успешной циркулярной резекции бронха. Понятно, что последний метаанализ, который выполнен в 2019 году, свидетельствует в пользу брохопластической техники, поскольку это не инвалидизирующая по сравнению с пневмоноктомией. Это свидетельствует в пользу послеоперационной летальности и отдаленные результаты, которые свидетельствуют также о адекватности с онкологических позиций данного объема вмешательства. Мы обладаем опытом 305 выполненных брохопластических резекций. Это самый большой опыт, который мы сейчас планируем опубликовать, выполнен в одном центре. И это 238 мужчин, 67 женщин. В основном это карцинома легкого. И есть еще МТС в легкое, которое потребовало брохопластической техники. Какие это МТС? Например, когда у пациента через 11 лет после выполненного удаления опухоли бедра рецидивное поражение, прогрессирование с поражением лимфоузлов средостения, брохопульмональных лимфоузлов и контрлатерального легкого. В этих условиях мы выполнили бронхангиопластическую верхнюю лобэктомию с анатомической резекцией 6-го сегмента, вшили бронх базальной пирамиды в правый главный бронх, сформировали сосудистый анастомоз, и у этого же пациента была опухоль средостения, метастатическая опухоль с инвазией верхней полой вены, с одномоментным протезированием верхней полой вены. Это пациент через 36 месяцев после операции без признаков прогрессирования. В основном это рак легкого, как я сказал, карциноиды, это в 14% случаев, и 6% это вторичные метастатические опухоли. В экспериментах на животных было показано, что использование мышечного лоскута может улучшить результаты бронхопластической техники, и мы широко пользуемся, используем эту технику в случае выполнения бронхопластических вмешательств. Справа выполнено 183 резекции в различных вариантах, слева 122 резекции в различных вариантах, и следующий этап в развитии, это 1951 год. Эллисон выполнил первую, так называемую, double sleeve resection, когда резецируются и бронх, и артерия с межбронхиальным и сосудистым анастомозом. И у нас опыт выполнения бронхоангиопластических резекций с циркулярной резекцией ствола легочной артерии 81. Это каждый третий при выполнении бронхопластической лобэктомии дополняется с циркулярной резекцией ствола легочной артерии 27%. И слева это 32 случая, справа, вернее, 32 случая, слева 49 выполненных оперативных вмешательств. И в случае выполнения операции с ограниченными функциональными резервами, конечно, имеет большое значение использование мышечного лоскута. Это сосудистый анастомоз, когда мы артерию базальной пирамиды вшивали в двумя стволами и артерию шестого сегмента в ствол левой легочной артерии. И у пациента случился некроз, ожидаемый некроз дистального отдела бронха. В принципе, обычное дело, когда нужно завершить, завершающе называется пневмоноктомия, но пациент не переносил по своей сопутствующей патологии пневмоноктомию. Но мы знали, что лежит мышца, хорошо кровоснабжаемость сверху, и мы просто наблюдали эту динамику. Это 11-е сутки, это 14-е сутки, это через 3 месяца, когда небольшой мембронозный стеноз легким бужированием, в принципе, ликвидирован. Сохранение полностью ткани легкого в половине объема, и пациент смог пройти через очень это сложное осложнение. Когда данная методика позволяет выполнять даже такие сложные вмешательства, когда изолированная резекция правого главного бронха, и у этого же больного одномоментно, у этого же вторая карциноидная опухоль, исходящая из 6-го сегмента, с циркулярной резекцией главного и нижнезонального бронха, с двумя полибаронхиальными анастомозами и циркулярными анастомозами. И эта пациентка через 22 месяца, она и сейчас, у нее все прекрасно и отлично, и это реконструкция компьютерной томограммы, которая нам свидетельствует о том, что правая легкая в полном объеме вентилируется. Проанализировав все результаты брохопластических слои по сравнению с пневмонэктомией, мы пришли к выводу, что послеоперационная летальность составила всего 3,3% по сравнению с 7% с пневмонэктомией, а несостоятельность при использовании комплекса мер всего оказалась причиной летальности в 1,3% случаев. Понятно, что дальнейшее усовершенствование техники алгоритмы профилактики несостоятельности бронхиальных швов, как основного хирургического осложнения данной техники, за последние два года на 59 резекций бронхов не выявлено ни одного летального случая, не определено ни одного летального случая, связанного с несостоятельностью швов бронха. Следующий подход к улучшению результатов лечения – это адювантная химиотерапия. С 1965 года родоначальником адювантной химиотерапии Эмиль Фрей, который впервые после удаления опухоли остеогенной саркомы провел цикл вспомогательной или послеоперационной химиотерапии. Если говорить о том, что первый метаанализ, который выполнен в 1995 году, это проанализировано 52 рандомизированных исследований с 1965 по 1991 год, выявило преимущество увеличения пятилетней выживаемости на 5%. Цисплатин-базовая адювантная химиотерапия увеличила на 5%. Повторенный, так скажем, в 2006 году анализ ЛЭЙС, который включил 4000 пациентов, также определил, что преимущество, абсолютно преимущество в 3- и 5-летней выживаемости после адювантной химиотерапии – 3,9%, 5,3%. Следующий подход – неадювантная химиотерапия. И неадювантная химиотерапия берет свое начало в 1994 году, когда РУТ опубликовал свои прекрасные результаты увеличения трехлетней выживаемости, медианы выживаемости, но затем все исследования рандомизированные были перепроверены. И по последним метаанализам, которые опубликованы в 2014 году, это все-таки имеется преимущество в проведении неадювантной химиотерапии. Логично задать вопрос, что же лучше – неадювантная или адювантная химиотерапия? Ответ, в принципе, известен, он чуть позже. А у нас есть собственный опыт проведения неадювантной химиотерапии. Это третья А, третья Б стадия, 2-4 цикла цифсплотин базовой химиотерапии, полный регресс опухоли всего в одном случае, частичный регресс 35% случаев и степень лекарственной патоморфоза тоже второй степени, в основном второй и третьей степени. С увеличением выживаемости практически на 8%, но это была и неадювантная, и адювантная в случае хорошего патоморфологического ответа. И ответ на вопрос неадювантная или адювантная – это 10 тысяч пациентов, которые рандомизированы, 10 рандомизированных исследований против 21 рандомизированных исследований, выявило, что никаких преимуществ адювантной и неадювантной есть. Примерно одинаковое увеличение безрецидивной и общей выживаемости. Торакоскопическая лобэктомия. В 1992 году Равария первый выполнил торакоскопическую лобэктомию. У нас в стране в 1994 году упубликовал Евгений Иосифович Сигал о первой лобэктомии. Наши данные по использованию торакоскопической техники при лобэктомии свидетельствуют о том, что это, прежде всего, корреляция маркеров стресса, то, что стресс при торакоскопических лобэктомиях, при использовании торакоскопических техники, операционный стресс намного меньше статистически достоверно, и по интенсивности боли, все-таки, по сравнению с открытыми операциями, имеется преимущество. При этом сопоставимая выживаемость по сравнению с открытыми торакотомиями. Адювантная иммунотерапия. И здесь я просто могу сказать, что с 2015 года, впервые после регистрации чекпоинт-ингибиторов, но первое исследование, использование на адювантной иммунотерапии, это в 2017 году. Я думаю, что здесь еще посмотрел программу, и по докладам будут разговоры, я просто анонсирую, что это еще впереди и на этапах разработки. Спасибо за внимание.